Привет! Как дела? Сегодня в продолжении моего рассказа о первом путешествии в Великобританию я расскажу о последних двух днях моего пребывания в Лондоне. Вспомнить всё мне помогает мой журнал, который я вела тогда, и оформила вот в такую вот книжечку. И сегодня я зачитаю о том, что же происходило накануне моего отъезда обратно в Россию. Итак, 12 июля с утра я хотела сходить к Букингемскому дворцу посмотреть смену караула. Она проходит каждый день в 11.30. Но так как из-за терактов некоторые линии метро всё ещё были закрыты, мне пришлось их объезжать. И я бы опоздала на это мероприятие. Подумав немного, я решила поехать дальше, к Таврскому мосту, чтобы попрощаться с этой удивительной красотой, так как завтра с утра я уже улетаю домой. Прошлась по мосту ещё раз, пофотографировалась на его фоне в новом наряде. Так как в Лондоне стояла 30-ти градусная жара, в этот раз я нарядилась в красную маечку и белую юбочку. Ну и у меня ещё с собой была красная панамка. В принципе, она мне помогла не получить солнечный удар, так как погода была ясной. После того, как я нафотографировалась, насмотрелась на этот замечательный мост, я поехала в Ковенгарден, где мы снова встречались с Викой, моей бывшей коллегой из Дома народного творчества, в котором я тогда работала. В Ковенгардене обычно проходят различные развлекательные мероприятия простых уличных артистов. То есть клоуны, фокусники, жонглёры. Очень много развлечений предлагают туристам и жителям Лондона именно в этом месте. И так вот за какое-то представление ты можешь, если хочешь, конечно, положить денежку в шляпу. Тем самым уличные артисты зарабатывают себе на хлеб. Мне очень понравился фокусник. Он выбирал из толпы людей и издевался над ними, заставляя делать фокусы, как он показывает. Но у них ничего не получалось, и они выглядели достаточно смешно. Затем мы с Викой отправились снова по магазинам, зашли на Трафальгарскую площадь, помочили там ноги в фонтане, охладились немножечко. Зашли в магазин спортивных товаров на Пикадилли Сёкс. Там такой огромный большой магазин, называется Лили Уайтс. Я купила себе чёрный слитный купальник «Арена» за 5 фунтов. Потом мы с Викой расстались, она уехала к друзьям, а я продолжила шоппинг. Но так больше ничего и не купила. Приехала домой, Стас был ещё на работе, он развозил пиццу. Он позвонил и предложил сходить в паб. Я не отказалась. Договорились, где встретимся, пришли в паб, посидели, попили пиво с чипсами и поехали домой. Вот такая вот традиция у нас впоследствии организовалась, что накануне вылета обратно домой в Россию, мы всегда и с мамой, и с братом ходили в паб, просто посидеть и спокойно попить пиво и пообщаться перед расставанием. 13 июля мы со Стасом проснулись в 6 утра, а в 7.30 уже вышли из дома. Сели в метро, доехали до станции Виктория, откуда идёт Гатвик-экспресс, поезд, который курсирует до аэропорта Гатвик. Купили билеты за 13 фунтов и поехали в аэропорт. Приехали мы как раз в Южный Гатвик, откуда и вылетал мой самолёт. Сдали багаж и пошли гулять по аэропорту. Мой вылет в 12.45, а мы приехали в 9 часов. 3,5 часа в нашем распоряжении. Поиграли в бильярд, прошлись по магазинам, позавтракали в Макдональдсе. И где-то в 11 часов Стас отправил меня на регистрацию, а сам поехал домой. Я прошла фейс-контроль и ещё около часа гуляла по магазинам Дьюти Фри. Затем села в самолёт, но наш рейс задержали аж на 40 минут. Так как на взлётно-посадочном поле был трафик. Самолёты стояли в очереди на взлёт. И после приземления одного самолёта сразу же взлетал другой. Как по конвейеру. Каждую минуту прилетали и улетали всё новые и новые самолёты. Мы тоже постояли в очереди и наконец взлетели. Где-то через 4 часа мы уже прилетели в Москву. Вот тут и начались все прелести нашей жизни. Так как самолёт из Лондона вылетел позже положенного времени, я была в Москве только в 20 часов. Рейс в Питер в 21.45. Казалось бы, можно расслабиться, так как я успеваю. У меня есть в запасе аж 1 час 45 минут. А регистрация заканчивается за 40 минут до вылета. Но не тут-то было. Ещё оказалось, надо пройти иммиграционную регистрацию для прибывших из-за рубежа. Конец очереди к сотрудникам регистрации было не найти. Просто куча мала в каком-то отдельном павильоне. Море народу и работает 10 окошечек. А очередь, получается, то ли одна. Ну, в общем, не найти концов очереди в каждое окошко. Там просто была сплошная толпа. И очередь вообще никак не продвигалась. Я начала просить людей пропустить меня, так как, простояв 40 минут безрезультатно, уже опаздывала на регистрацию и оставалось всего лишь 20 минут до её завершения. Но доброжелательные граждане молчали, делая вид, что не слышат меня. Кому нужны чужие проблемы? Или говорили, что тоже опаздывают. А одна, по-видимому, москвичка, которая, кстати, прилетела на моём же самолёте, сказала, нет, мы вас не пропустим. Это меня очень сильно возмутило. Я отодвинула её локтями и дальше решила сыграть в актрису. Стала звонить маме и плачущим голосом сказала, что я опаздываю на рейс сегодня домой, не ждите. И тому подобное. Ну, реально, это был мой первый полёт. Одна прилетела из-за границы. Что делать в таких случаях, если я опаздываю на рейс? Денег дополнительно у меня не было. В общем, ну, на крайняк, конечно, думала, если что, поеду поездом. Если, ну, не решу эту проблему, потому что на рейс я реально опоздала бы. Но благодаря такому вот разговору с мамой люди немножечко обмягчали, стали пропускать меня, те, которые слышали мой разговор. Значит, хорошо сыграло, подумала я. И тут опять неудача. Передо мной человек за пять, окошечко, в которое я стояла, закрывается, и вся моя очередь пытается перейти в другую. Тут начинаются разборки, кто где стоял, шум, гам, чуть ли не мордобой начался. Хотя один молодой человек пропустил даму, которая тоже опаздывала на следующий рейс, сказав ей, что да, я вас понимаю, раз вы опаздываете, вопросов нет, пропущу. Я стою, смотрю на него и думаю, пропустила одну, меня, наверное, уже нет. Ну, сразу так подхватила и решила спросить, а меня пропустите? Я тоже опаздываю. Ну, таким уже плачущим голосом. Ну, реально у меня не было такого прямо шока. Я знала, что в крайнем случае возьму билет на поезд. Поездами по России я умела пользоваться, но реально была в такой вот ситуации, что уже срывалась. Он пропустил меня, я ему до сих пор благодарна. И, в общем, пройдя иммиграционный контроль, бегом побежала с багажом, затем на регистрацию, на фейс-контроль и на посадку. Успела впритык. Вот такое вот у меня было возвращение домой на родину. И вот таким вот было мое первое путешествие в Великобританию в 2005 году. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok